СМИ очень любят всегда считать, сколько Российской Федерации стоила каждая вот такая вот массированная ракетная атака. Сегодня приблизительно, можно уже сказать, сколько они сожгли в небе Украины? Вот как раз перед нашим разговором пытался посчитать, да, если брать по старым ценам, потому что у нас есть данные из открытых источников, ну, таких авторитетных людей, которые говорят, что там 13 миллионов долларов стоит Х-101 и 6,5 миллионов долларов одна ракета калибр. Ну, с калибрами проще я посчитал, если вам брать 12 условных калибров, то там получается 78 миллионов долларов, но если брать более 50 ракет Х-101, Х-101 самая дорогая ракета, около 13 миллионов долларов, ну, даже если там Х-555 с какой-то остаточной стоимостью, посчитаем там их дешевле в два раза, ну, как ни крути, полмиллиарда сегодня ушло в трубу, в доллар. Что можно на эти деньги позволить построить, позволить себе Россия, да, любой город, даже область? Сколько лекарств детям больным можно? Да, туалеты можно построить, газ провести людям в России, которые в Подмосковье его не видят. Поэтому тут нужно вот эти вот вещи, которые мы с вами обговариваем, нужно доносить людям, сколько улетучивается денег в трубу, посчитать это в рублях, а в рублях там, ну, цифры такие, наверное, не знают, на болотах. Поэтому вот так вот. А были атаки и подороже? Нас очень много россиян смотрит. Россия у нас первая по просмотрам, поэтому они нас сейчас слышат, Юрий, понимаете? А это одна, наверное, из самых недорогих атак, да? У нас и до миллиардов. Да, это совершенно одна из недорогих было 90%. Если это детские сады, школы и туалеты, о которых вы вспомнили перевести, это уже будут гигантские, этими туалетами, биотуалетами можно всю Украину обставить. Ну, полмиллиарда долларов, это можно, ну, я не знаю. Юрий, но они же истощают и нас. Сколько Украине вот подобные атаки обходятся? Мы можем озвучить вот что-то? В Украине обходятся эти атаки жизнями наших людей. Это самое главное. Это самое главное. Да, убивают они инфраструктуру, вносят, вот, думают, что они вносят раскол, но мы становимся только сильнее. Безусловно, эти атаки нам проблемы создают, так? Но не забывайте, кто за нами стоит. За нами стоит весь мир. Без преувеличения. За Россией стоят несколько стран-изгоев, которых она же и создала, которых она же и сделала изгоями. Ну, по совместительству, скажем так. Поэтому Рамштайн, 50 стран мира, самых крутых экономик и военно-технически развитых, которые уже заявили, что не бросят Украину. Соединенные Штаты. Вот посмотрите, сколько в Соединенных Штатах баз по всему миру. Ну, это открытая информация. И тут станет все на свои места. Но истощают, но вооружение будет идти, будет идти и ленд-лиз. То есть никакого успеха и шансов у России на территорию Украины нет. Это очевидно. Будут только ехать и ехать мешки, черные мешки, груз-200, пока они не уберутся с нашей земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok